Екатерина Анатольевна Существует мнение, что с детьми не нужно говорить о сексе. Они вырастут, займутся сексом, всё сразу поймут. У них всё станет классно, потому что это такая, знаете, природная вещь. Ты занялся, у тебя тоже всё включилось в мозгу. Но, как мы знаем, на самом деле знают, конечно, об этом не все, у этой практики есть разные серьёзные последствия. И я бы хотела проиллюстрировать небольшим примером, я думаю, он вам понравится. Американское издание Бэйб выпустило свою корреспондентку на улице. Она выходила с листом бумаги, на котором было изображение, и приставала к мужчинам. Она говорила, смотрите, это вагина, на ней есть несколько точек с номерами, и, пожалуйста, расскажите мне, я напомню, она только мужчин просила, скажите мне, как называются эти части тела. Мужчины реагировали по-разному. Они честно пытались. Они же что-то знают, они, в конце концов, с этим сталкивались очень часто, а также у них, возможно, есть какая-то теоретическая подготовка. Там были странные моменты, там были похожие на правду моменты. Но проблема была не в этом. Проблема была в том, что на самом деле там не было вагины. Там был грейпфрут. И это идеальная иллюстрация того, насколько мы мало знаем о самых важных вещах, которые происходят в нашей жизни. О сексе, о сексуальности, о наших собственных телах, о телах людей, которые нас окружают. О том, что, собственно, заставляет, помогает нам существовать. То есть наше тело – это вместилище нашего сознания, нашего духа. И мы об этом не знаем практически ничего и можем перепутать части тела с едой. Казалось бы, выучить всё это можно на уроке биологии. Но этим всё не ограничивается. Потому что, когда мы говорим о сексе, дело не только в том, чтобы называть правильные части тела. Нужно понимать, зачем мы вообще с этим живём. Потому что, если мы посмотрим на то, как информация подаётся в школах, как информация подаётся в семье, мы обнаружим, что люди получают либо очень плохую информацию, либо вообще не получают. Потому что в России, например, в каждой третьей семье информация о сексе табуирована. То есть люди об этом, в принципе, и не разговаривают. Об этом не говорят настолько, что у нас формируется замкнутый круг. Такой замкнутый круг от незнаний и невежества к плене молчания. Потому что, если ты ничего не знаешь, то, конечно, ты не будешь об этом говорить, просто потому что чувствуешь себя неловко. И у родителей, разумеется, очень часто есть такая сложность. Они хотели бы, может быть, что-то рассказать, но боятся уронить свой авторитет. Потому что дурацкие вопросы детей, они, к сожалению, ставят в дурацкое положение родителей, которые не понимают, что ответить. И вот это пильное молчание, оно формирует новое незнание и невежество. То самое, о чём люди не могут и дальше разговаривать, не могут разговаривать со своими партнёрами, не могут думать о себе, не могут выражать себя и выражать свои чувства, не могут говорить о своих желаниях. И всё это исходит из семьи. Именно поэтому нам нужны какие-то другие программы. Возможно, мы не сможем заставить семью, и мы не обязаны вообще заставлять семью как-либо об этом говорить. Но мы должны придумать какой-то способ говорить о сексе, потому что если мы не придумываем, как это сделать, мы обнаружим, что у нас слишком много последствий. И последствия этих практического толка. А это совершенно не то, что у нас нет каких-то знаний, которые нас научили в школе, они нам никогда не пригодились, но мы можем, возможно, как-нибудь этим блеснуть на вечеринке или увидим в Фейсбуке задачку для пятого класса и скажем, «Ой, класс, мы можем это решить». Нет, наша проблема совсем другая. Например, у нас есть высочайший в России высочайший уровень подростковой беременности. С чем это связано? Девочки не знают, как предохраняться. Мальчики не знают, как предохраняться. Крайними оказываются те, у кого есть матка. И поэтому у нас уровень настолько высокий, что 46 на тысячу девушек, но это примерно вы сами можете посчитать, сколько в каждой школе. То есть практически по статистике у нас в каждой школе будет какая-нибудь забеременевшая старшеклассница. Как с этим бороться? Посмотрим, например, Нидерландов. У нас существует Голландия, в которой есть обязательное сексуальное образование с самого раннего возраста. У нас есть книжки. У нас есть... Не у нас, у них. Но будем считать, что мы Голландия. У нас существуют телепередачи. У нас существует открытый, честный, доверительный разговор. А доверительный разговор – это значит, что мы все признаем, что мы чего-то не знаем, что что-то меняется, что завтра, возможно, мы будем думать о каких-то вещах не так, как сегодня. И мы можем делиться своими сомнениями в обе стороны. И таким образом мы даем детям инструмент, который позволит им и прямо сейчас, когда они подростки, и в более старшем возрасте строить более внятные отношения, отношения, которые бы они хотели, и защищать себя. Потому что все-таки подростковая беременность – это не просто радость материнства. К сожалению, подростковая беременность – это в том числе и проблема, потому что это затруднение и ограничение доступа к образованию. Если у молодой девушки есть ребенок, то, скорее всего, у нее будут проблемы с тем, чтобы закончить школу, чтобы поступить в ВУЗ, чтобы построить как-то свою жизнь и завести детей тогда, когда бы ей это хотелось, и когда она была к этому готова, а не как получила случайно. Поэтому, если бы мы говорили об этом больше, если бы мы говорили об этом корректнее, если бы у нас была структурированная информация для разных возрастов, мы могли бы говорить не о каком-то абстрактном знании, а мы могли бы говорить о практических вещах, которые меняют нашу жизнь. Потому что взрослые люди не знают ничего точно так же, как и нынешние дети. Я веду свой блог, в котором отвечаю на вопросы о сексе, уже шестой год. И все эти годы, вообще каждый месяц, совершенно не меняется топ вопросов, топ тем, которые люди задают. Это взрослые люди. Мне пришлось за это время примерно 4000 вопросов. Я не смогла на них все ответить, это физически невозможно. Но люди спрашивают о том, как коммуницировать, как объясняться, как жить в ситуации насилия, как охранять себя, как защищать себя, как защищать свои границы, как защищать свое тело, что делать с телом другого человека, что не делать с телом другого человека. Это тоже важный момент. И они очень часто задают вопросы, которые на самом деле следовало бы узнать гораздо раньше, до того, как мы начнем заниматься сексом. Люди должны понимать, что такое проблема, с которой они могут столкнуться, начиная с 11-12 лет, до того, когда у них в принципе возникла мысль, что возможно, стоило бы этим заняться, и даже рядом появятся люди, которые тоже этого захотят. И самое главное, если бы мы имели все эти знания рано, если бы мы имели эти знания вовремя, потому что рано, возможно, это не очень правильное слово, а вовремя, когда мы достигли того возраста, когда мы можем понимать, о чем идет речь, мы бы тогда приступали к важным, прекрасным вещам, которые позволяют получать удовольствие, получать радость жизнью, укреплять отношения лучше подготовленными. Потому что сейчас складывается впечатление по тем вопросам, которые мне присылают, что, к сожалению, возможно, очень многим взрослым людям рановато заниматься сексом, потому что они слишком мало о нем знают. Они больше знают о своем блендере, потому что они прочитали к нему инструкцию. Если вы думаете, что вы не такие, то вы ошибаетесь. Давайте сейчас проведем маленький эксперимент. Как вы знаете, в России сейчас эпидемия ВИЧ-инфекции. Я надеюсь, что вы это знаете. Существует несколько основных путей, каким образом ВИЧ-инфекция передается. Один из них — это однополые сексуальные контакты. Есть вполне понятная и известная цифра, какую долю однополые сексуальные контакты занимают в передаче ВИЧ-инфекции. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто считает, что эта доля составляет 25%? Молодцы. Кто считает, что 10%? Вот вы тест не прошли. Потому что на самом деле 2%. Все 2% — это однополые сексуальные контакты. Но на самом деле с заболеванием, подверженным мы все, мы никогда не знаем, когда с кем мы столкнемся. Потому что если мы посмотрим на то, какая ситуация с ВИЧ-инфекцией у нас сейчас в России, мы обнаружим, что она совершенно катастрофическая. У нас порядка 1% людей имеют положительный ВИЧ-статус. Многие об этом не знают. Многие не знают, какой в принципе у них ВИЧ-статус, потому что никогда не задумывались об этом, потому что всегда думали, что это не о них. С нормальными людьми такое не случается. Но на самом деле, когда мы говорим о ВИЧ, это длинная тема. Это всегда тема не для 18 минут, это тема для 2 часов или для двух дней, и мы все равно ничего не скажем. Важнее спросить себя, а зачем вообще об этом говорим с детьми, если когда мы говорим о сексе, мы думаем, ну секс, это, наверное, нужно рассказать, как люди размножаются, как они получают удовольствие. Ну, немножко об этом расскажем, в браке. Но на практике те дети, которые живут сейчас, те, кто сейчас дети, кто сейчас подростки, они совсем скоро будут жить в мире, они выйдут в мир, где они будут заниматься сексом, из которых может оказаться ВИЧ-положительным практически кто угодно, потому что цифры очень высоки. И когда современная пропаганда против ВИЧ ведется, всегда обычно говорят о том, как не получить положительный ВИЧ-статус. При этом практически никогда не возникает слово «презерватив». Говорят о доверии, о любви, о любви к партнеру, что любовь защищает. Это, конечно же, неправда. Но вот это в примарке, конечно, на плакате не будет. Но самое главное, они говорят о более важных вещах, потому что не так существенно получишь ли ты положительный ВИЧ-статус или нет. Это важно. Разумеется, никто не хочет никаких проблем с своим здоровьем. Но существует огромный пласт проблем, которые вообще никак не освещаются. То есть, что, например, делать, если ты, в принципе, получил положительный ВИЧ-статус? Что делать, если ты из близких положительных ВИЧ-статусов? Что, если ты влюбляешь человека с положительным ВИЧ-статусом? Как жить, если ты не знаешь свой ВИЧ-статус или не знаешь ВИЧ-статус своего партнера? Как вообще договариваться? Вот вы хотите секс, а вы не знаете статус друг друга. А может, у вас прозервативов сейчас нет? А можно ли использовать прозервативы, если у кого-то из вас есть положительный ВИЧ-статус? Очень многие не знают ответов на эти вопросы, и они подвигают их в ступор, ну, люди, с которыми я говорила, потому что это огромное количество вопросов, на которые тоже нужно знать ответы, потому что это тот мир, в котором мы будем жить. Кроме того, жизнь с положительным ВИЧ-татусом сейчас, если ты получаешь антиретроверочную терапию, не такая же большая проблема, потому что люди с низковерочной нагрузкой, они безопасны для окружающих. История про ВИЧ — это не про то, как ни в коем случае не заразись, иначе всё. Знаете, как пел Земфера, у тебя спит, и значит, ты умрёшь. А спиды правда умирают, но всегда можно до него не доводить. И мы должны рассказывать о том, как дети будут жить в мире, в котором они хотят любить, в котором хотят заводить семьи, в которых они хотят дружить и знать точно, можно ли использовать общую посуду, или что им рассказали школе, что этого ни в коем случае делать нельзя. Они должны понимать, что структурированная информация совершенно внятная и непротиворечивая по тому, что на самом деле происходит, что на самом деле можно делать, а что нельзя. Они должны знать, что если они сами получат положительный ВИЧ-татус, они не становятся недостойными людьми, что у них есть точно такие же права, как остальные. И это тоже всегда относится к вопросам секса и сексуальности, потому что в данный момент это совершенно неотделимые вещи. Сейчас половые контакты — основной способ передачи. И если мы об этом не говорим, если мы говорим только о любви, если мы говорим только о доверии, мы живём в стране розовых пони. Но Россия — это не страна розовых пони, поэтому, знаете, нам нужно что-то менять. И это хорошая картинка, которая мне нравится. Я долго её искала. Я искала образ прекрасного будущего. И оказалось, что большинство фильмов о будущем, они очень мрачные. Все классные картинки, которые я находила, они всегда говорят о каком-то ужасе. А я думала о том, как проиллюстрировать своё представление о будущем. Как я хотела бы его видеть. И я думаю, что это тот выбор, который нам самим нужно сделать. То есть какой выбор, какое будущее вообще мы бы хотели? Хотели бы мы иметь будущее, в котором дети будут иметь полноту информации, которые вырастут во взрослых, которые будут иметь правдивую информацию во всех отраслях знаний, которые им необходимы, обо всём важном, что с ними происходит. И они смогут управляться этим, они смогут с помощью информации менять мир в лучшую сторону, они могут менять свою жизнь, менять свою жизнь и свою жизнь окружающих так, как они хотели бы. Они смогут избавляться от напастей, они смогут сделать себе более безопасный мир, потому что мы не можем для других людей построить безопасный мир. Это невозможно. Но мы можем дать инструментарий для того, чтобы люди были защищены. Информация — это как клады, это оружие, и при этом это окно в мир одновременно. Но, возможно, мы хотим другое будущее, в котором люди были бы зашорены, и в которых незнание и невежество превращало бы их в людей, которые хотят помыкать другими и делать совершенно неправильные выборы. Этот выбор, который мы должны делать самостоятельно. Мы хотим будущее, где люди будут испытывать доверие к друг другу, могут открыто говорить обо всём, могут говорить честно обо всём, для которых любовь и счастье будут очень важными ценностями. Или это будет мир, в котором мы будем запугивать, в котором информация будет для многих недоступна, и это будет мир, в котором такие мероприятия, как сейчас, наверное, бы никогда не проходили. Я думаю, что очень важно и очень существенно говорить с детьми о себе честно, говорить открыто, говорить доверительно, не бояться показаться ни теми людьми, которые знают всё. Мы не можем знать всё. Мы можем вместе пойти в это самое путешествие и вместе выяснять, что на самом деле правда. Это очень сложный вопрос, потому что, когда мы пытаемся что-нибудь узнать, нам нужно как-то самостоятельно понять, какую информацию мы хотели получить. Нужно осознать области недостаточности своего знания. Нужно найти хорошие источники. Нужно отфильтровать всё это. Большинство людей к этому не способны. Поэтому нам нужно делать это всё вместе. Нам нужно делать это в семье. Нам нужно делать это в школе. Нам нужно делать это с близкими. Нам нужно помогать друг другу. И чем больше информации у нас будет, тем больше возможностей у нас сделать что-нибудь ещё. Это всегда большой выбор. Чем больше выбора, тем больше возможностей что-либо изменить в лучшую сторону. И я думаю, что те люди, которым сейчас 5 лет или 15, и которые будут через 20 лет управлять нашей жизнью, а мы с вами будем ещё взрослыми, и мы будем активными, но руль будет уже не у нас. Мы бы хотели, наверное, чтобы они были людьми из первого варианта. Люди, которые смотрят в будущее, люди, которых ничто не закрывает, у них нет этих маленьких беленьких шор. Это люди, которые честны с собой. И сексуальное образование, разумеется, поднимает все эти вопросы. Потому что главное, что он даёт, это не разговор о том, как происходит секс, а вопрос, зачем это нужно? Что он даёт тебе в твоей жизни? Что ты можешь достичь? Как он укрепляет твои отношения? Что он приносит в твою жизнь? Как он обогащает твою жизнь? Какие проблемы могут возникнуть? О чём нужно подумать до того, чтобы эти проблемы не возникнут? Как эти проблемы можно решать? Что такие твои права? Что такое права других людей? Это такой мостик к более широкому пониманию мира. Потому что, когда мы говорим о правах, мы говорим о правах всех людей. И право всех детей от пяти до пятнадцати получить всю информацию, которая сделала бы их вооружёнными, которая бы их защитила, и при этом, напомню, была бы окном в мир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...